Те, кто не добился субсидий и тепло в батареях, ожидают с ужасом. А вот эксперты считают, цифры в наших платежках несправедливы. Ведь платим мы не только за потребляемые гигакалории, но и за всевозможные теплопотери, которые происходят в плохо изолированных трубах. Механизм отказа от такого невыгодного удовольствия крайне сложен. И все потому, что тормозит его само государство. Есть определенные технические причины. В многоэтажном доме поставить в каждом доме отдельный отопительный котел и соблюсти технику безопасности, чтобы он не взорвался и прочее, очень тяжело. Более того, в многоквартирных домах нет вентиляции соответствующих. То есть технически понятно. С другой стороны, государство блюдет интересы монополистов, которые заинтересованы, чтобы отопление было централизовано. Это большие деньги. Пока тепло доходит до вашей квартиры, в трубах и подвалах теряется до 30 его процентов. И когда в странах ЕС коммунальные платежи составляют максимум треть зарплаты, то украинские реалии съедают две трети. Поэтому для украинцев слова о возможной экономии – приятная мотивация. Ведь теплопотери – это не только снижение температуры в домах, но и банальное расточительство. Даже не вагоны, а составы горячей подогретой воды, пока они идут от котельной в конкретные дома, теряются. То есть это монстр, который теряет столько горячей воды, настолько затратной. Нужно искать способ, как уйти от стопроцентного центрального отопления, ну хотя бы к частичному децентрализованному. Отказаться от навязанного нам с вами отопления можно, хоть придется и попотеть. Камнем преткновения является комиссия, которая и должна отдать добро на отключение. Но на практике получается, что отказ одних бьет по карману других. Чем больше сократится количество абонентов, тем внушительнее будут суммы в платежках оставшихся. Баланс уже нарушен, считает депутат горсовета Алексей Еремитца. Поэтому местные тепловики пошли на хитрость. Коммунальное предприятие ТГО отозвало всех своих представителей, которые раньше входили в состав этой комиссии, ну буквально недавно, я так понимаю. И вот так, если уж разобраться, я так понимаю, что в принципе и коммунальное предприятие ТГО занимает такую позицию, чтобы, конечно, минимизировать количество отказников от центрального отопления, потому что, еще раз повторюсь, увеличивается убыточность. Жителей новостроя в центральное отопление обошло. Ведь современные дома чаще всего проектируются со своими котельными. А те, кого обслуживают старые теплотрассы, имеют свои механизмы отключения. Например, создание ОСМД, с общим решением которого и можно подаваться в комиссию для отказа. Необходимо разработать проект, потому что, на самом-то деле, прийти просто, что называется, отрезать нельзя. Нужно подготовиться технически, пригласить компанию, которая постачает это тепло, и она должна дать погоджение на отключение от тепла. И только после этого можно реализовывать данный проект как технического отключения дома. Те же, кто поддержки соседей в этом вопросе не получил, в теории тоже могут отказаться от центральной трубы. Надо ставить счетчик и напрямую обращаться к новым тепловикам. Эксперты уверяют, в домах со своими котельными расход тепла меньше в два, а то и три раза. Платят только за газ. Никаких потерь там нет. А мы оплачиваем. Огромнейшие потери, пока дойдет до нас тепло, пока там теплотрассы разизолированы. Вот выход именно такой. Индивидуальные котлы. Крышные котельные, районные котельные. Но если вы решились, а бюрократическая машина дала отказ, идите в суд, рекомендуют специалисты. Ведь система центрального отопления не обязаловка, а личный выбор каждого. Правда, знают об этом немногие. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер.